эфир телеканала актис продолжает программа местное время студии данил нидзельский здравствуйте и вот коротко о главных темах выпуска в очередь за прививками в ангарск поступила вакцина от к вид 19 ангарский трамвай переживает тяжелые времена на предприятии грядут сокращения спрос рождает предложение в ангарске пользуются популярностью стихийные рынки зимние забавы без вреда для здоровья в ангарске сотрудники гибдд ликвидируют стихийные горки заместитель министра здравоохранения при ангаре ушла в отставку елена галинецкая освобождена от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию сообщает пресс-служба иркутской области кандидат медицинских наук она отдала работе в региональном министерстве 20 лет аргентина готова купить российскую вакцину от коронавируса это уже второе государство которое разрешило использовать наш препарат 1 стала республика беларусь как сообщает рбк поставка вакцины спутник ви в латинскую америку должна начаться с 25 декабря в иркутскую область препарат поступил в начале этого месяца в ангарске прививку от коронавируса поставили уже более ста человек подробности у александра бычкова о том что в россии разработан препарат который должен справиться с чумой уходящего года известно уже давно несколько недель назад было объявлено о начале бесплатной вакцинации но перспектива избавиться от масок и постоянных ограничений кажется весьма отдаленной и тем не менее многие жители города уже готовы прививаться обязательно нужно хочется быть здоровым и забота о родственниках друзьях и коллегах надо для себя беречь на здоровье свое пока еще думаю врач советует что ставьте но пока еще думаю ну за будем учитывать все факты и возраст и хронические заболевания будем дома решать семейном кругу сейчас до этого пока нам думать надо я думаю еще не скоро нам дойдет в действительности вакцинации от коронавируса в ангарске уже началась первые на очереди медицинские персоналы учителя прививку поставили около 150 человек главный врач бсмп борис басманов первый в городе кто пробовал вакцину на себе было важно убедиться в качестве нового препарата до того как предлагать его пациентам пока учреждение единственное в округе где гамка витвак имеется в наличии вакцины достаточно эффективно и по крайней мере вот в нашем обозримом поле людей которые были привиты они уже не заражались такой инфекцией возможно переносили в легкой или бессимптомной форме значит поэтому введение вакцины не сопровождалось какими-либо там осложнениями и прочими последствиями буквально сегодня в больницу поступило еще 350 доз препаратов в дальнейшем вакцинация должна получить более широкий охват стать в очередь на прививку сейчас может любой желающий запись ведется по телефону горячей линии александр бычков владимир селиванов местное время сотрудники ангарского трамвая получили уведомление о сокращении предприятие намеренно расторгнуть трудовые отношения 43 сотрудниками однако сокращение произойдет только спустя два месяца после принятия решения как пояснили в администрации округа сейчас принимаются все меры чтобы улучшить финансовую ситуацию на предприятии тогда необходимость массовых сокращениях отпадет отметим на протяжении долгого времени в связи с низкой востребованностью ангарский трамвай находится в кризисе и сокращение штата вынужденная мера кроме того на данный момент предприятие не нуждается в таком количестве сотрудников в чунском районе минувшей ночью горела больница по предварительной версии пожар начался в лаборатории огнем уничтожено почти 50 квадратных метров пострадавших нет находившиеся внутри сторож и диспетчер покинули здание самостоятельно до прибытия спасателей в ликвидации последствий пожара были задействованы 18 человек и 9 единиц техники пламя удалось локализовать спустя полтора часа причина произошедшего устанавливается продолжаем выпуск большинство россиян рассчитывают на то что следующий год будет лучше уходящего такие результаты были получены в ходе социологического опроса 53 процента жителей нашей страны полагает что их личный 2021 год окажется лучше 2020 35 процентов наших сограждан считают что в новом году для них ничего существенного не изменится лишь 12 процентов респондентов ожидает что предстоящий год окажется хуже треть россиян уверены что пандемия прекратится к лету 2021 остальные же уверены что частичными эпидемическими ограничениями мы проживем весь следующий год ангарские военнослужащие поделились кровью в рамках акции спешите делать добрые дела бойцы войск национальной гвардии решили личным участием поспособствовать развитию донорства при ангарии сдать ценный биоматериал в этот раз вызвались 12 военнослужащих для них это уже стало традицией полку имеются почетный донор кровь она всегда нужно больших количествах неограниченных очень много больных значит если взять какой-то мониторинг даже то что показывают по телевизору все средства массовой информации конечно же это самое наверное то направление где это просто будет необходимо может быть кем-то это будет не замечено но вместе с тем это поможет многим людям донорская кровь может пригодиться людям с тяжелыми травмами и ожогами онкологическим больным женщинам при сложных родах для поддержания неснижаемого запаса ангарской станции переливания крови необходимо производить забор до 122 доз в день люди с ограничениями по здоровью получат льготу на пользование платными парковками эта мера поддержки станет доступна уже с 1 января 2021 года правда чтобы воспользоваться ею необходимо подать данные федеральный реестр инвалидов в ангарске несколько десятков парковочных мест со специальным значком правда чаще всего их используют не те для кого они предназначены сотрудники гибдд устроили охоту на нарушителей преддверии праздников на территории ангарского округа стала актуальна такая проблема парковка машин в неположенном месте особое внимание вызывает парковка транспортных средств на местах для людей с ограниченными возможностями парковочные места для инвалидов чаще всего используют не по назначению здесь паркуются все кому не хватает мест или же просто удобно как правило парковка для инвалидов всегда расположена ближе ко входу в здание сотрудники гибдд нарушителей выявляют практически ежедневно по закону одного лишь опознавательного знака инвалид на автомобиле недостаточно чтобы парковаться в специально отведенных местах собой водитель должен иметь документ подтверждающий инвалидность первой или второй группы на себя либо на перевозимое лицо сегодня ходе рейдового мероприятия были выявлены несколько таких транспортных средств которые осуществляют незаконно данную парковку транспортные средства были эвакуированы на арестплощадке за ответственность за данное нарушение предусмотрено в соответствии со статьей 12.19 кодекса об административных правонарушениях штраф за данное нарушение предусматривается в размере 5000 рублей незаконная парковка одно из самых распространенных нарушений отметили в гибдд только за этот год к ответственности привлекли около 50 водителей за размещение автомобиля на местах для инвалидов еще более 500 автовладельцев привлекли к ответственности за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств массовые нарушения фиксируют в предпраздничные дни к слову с 1 января 2021 года для людей с ограничениями по здоровью будет действовать льгота на использование платных парковок чтобы воспользоваться этой мерой поддержки до конца 2020 необходимо внести сведения о транспортном средстве федеральный реестр инвалидов сделать это можно через личный кабинет на портале госуслуг сайт федеральный реестр инвалидов или личном в мфц мария евстратова владимир селиванов олег левченко местное время икра горбуши за 150 рублей такое заманчивое предложение ангарчана поступило от уличных торговцев продукцию даже разрешали попробовать вот только в тех банках которые покупатели приносили домой оказалась икра совершенно другого качества поисках нарушителей специалисты отдела потребительского рынка отправились в рейд к внезапным проверкам уличные торговцы давно привыкли штраф который в максимальном размере не превышает 4000 рублей их не пугает зарабатывают они в разы больше тем более в преддверии новогодних праздников на стихийных рынках можно купить практически все начиная от морских деликатесов заканчивая одеждой и текстилем этот мужчина продает замороженные фрукты и орехи разрешения на торговлю у него нет реализация продуктов вблизи проезжей части запрещена за первое нарушение продавцу грозит штраф в дальнейшем если его заметят за незаконной торговлей проверяющие могут конфисковать товар продавец елок на этот раз отделался простым предупреждением так как документы на реализацию лесной продукции у него есть правда место не совсем подходящие или замечания только по содержанию самих мест продажи то есть чтобы было все чисто и красиво и наши продавцы не грелись на в машинах прямо непосредственно располагая их на ярмарках что касается остальных товаров при выявлении составляются протоколы и сейчас у нас на злобу дня это конечно тема икры которая под видом лососевой горбушевой продается за посниженной цене на рынках вот мы особо сейчас последний период уделяем внимание именно этой продукции гарантировать качество товара который реализует на стихийных рынках никто не берется говорят специалисты низкая цена чаще всего обусловлена плохим качеством или вообще фальсификатом как например случай с красной икрой ее продавали по 150 рублей тогда как цена за банку в магазине начинается от двухсот двадцати рублей последнюю неделю декабря рейды ужесточатся и будут проводиться ежедневно ангарчанам которые заботятся о своем здоровье специалисты рекомендуют лучше воздержаться от покупки сомнительного товара в поисках дополнительного заработка уличные торговцы забывают об элементарных санитарных правилах а про себя говорят час на морозе неделю кормит мария константинова олег левченко дмитрий новопашин местное время в ангарске появились стихийные горки на этой неделе сотрудники гбдд совместно с коммунальными службами ликвидировали два ската которые выходили на проезжую часть в этом году при ангаре решено было отказаться от строительства снежных городков и больших горок поэтому организацию зимних забав дети взяли на себя или а потапов продолжит в период пандемии зимние радости для детей попали под строгие ограничения из-за коронавируса в этом году сорвалась и постройка снежных городков а как известно если горка не идет к магомеду эту горку магомед строит сам связи с этим в ангарском округе стали появляться стихийные горки чаще всего их накатывают сами дети вблизи проезжих частей такое казалось бы безобидное развлечение может обернуться как минимум беседой с полицейскими или же серьезными травмами данная информация незамедлительно передается в коммунальные службы ангарского городского округа с целью их непосредственной ликвидации ну и в случае выявления родителями или другими участниками дорожного движения данных несанкционированных горок большая просьба незамедлительно обращаться на гибдд по ангарскому городскому округу для принятия соответствующих мер реагирования две несанкционированные горки на этой неделе уже ликвидировали песком засыпали скаты в пойме китое и в одном из районов города ежегодно в при ангаре фиксируют десятки несчастных случаев во время зимних забав чаще всего в больнице обращаются с ушибами переломами и сотрясением мозга по статистике 70 процентов несчастных случаев происходило именно на стихийных горках и все-таки окунуться во все прелести зимнего отдыха в ангарске можно на площади ленина есть пусть и небольшие но абсолютно законные горки кататься здесь безопасно илья потапов олег левченко местное время новогодний праздник под открытым небом такую встречу для ребятишек из творческого центра притяжения организовали и провели общественники родителей сибири и отряд старшие братья и сестры несмотря на действующие в регионе ограничения притяжение всегда многолюдно здесь педагоги школ искусств проводят занятия для особенных малышей и их родителей а психологи организуют тренинги семинары уходящий 2020 для организации оказался насыщенным они успешно реализовали президентский грант на 1 миллион 700 тысяч рублей закупили все что нужно было и для процесса занятий мало того оплачивали педагогам оплату вот именно для того чтобы они работали в течение года с нашими и родителями это психологи были и семинары проводили и занятия были вот то есть это прошло все в общем-то на большом позитиве несмотря на такой год тяжелый центру притяжения три года сегодня общественники объединяет 140 семей где воспитываются особенные дети развивать и социально адаптировать которых родители научились через музыку и творчество ермак на домашнем поле обыграл хоккейный клуб рязань основные события развернулись в первом периоде счет в игре открыли оранжевые отличился или я берестенников он же спустя несколько минут оформил дубль реакция гостей была молниеносной и уже до свистка они сравняли счет 2 2 2 2 20 минутка по нокау страстей ничем не уступала первой правда результата не принесла ни то ни другой стороне в овертайме или а берестенников исполнил хэд-трик следующая игра состоится 25 декабря подопечные виталия соловьева примут у себя воскресенский химик в 21 30 на нашем канале смотрите художественный фильм экзамен для двоих комедийная мелодрама от автора американского пирога это были все новости на сегодня напоминаю картина дня доступна также и на нашем сайте его адрес actis tv.ru и на нашей странице в инстаграм а я с вами прощаюсь всего доброго и до встречи